В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Всегда готовы. Состоялся 54-й слёт школьных пионерских организаций. Помните о подвигах предков. Стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Дети России образованы и здоровы. Спортивный праздник для воспитанников детских садов. Далее расскажем обо всём подробно. В городской думе прошло совместное заседание комитетов. Депутаты обсудили освещение пешеходных переходов, правила благоустройства и смену организационно-правовой формы предприятия «Лифтремонт». За громкими словами приватизации имущественного комплекса предприятия «Лифтремонт» кроется переход из МОПа в ООО, 100% доли в котором будут принадлежать администрации. Это позволит предприятию, по мнению его директора, упростить процедуру проведения закупок. Упростить нашу деятельность в плане проведения закупок по 223 закону, хотя на момент первичного документа, когда мы сдавали, мы работали по 44 закону, который очень ограничил наши права. Хотя с прошлого года уже мы перешли на 223 закон, но некий образ всё равно он нас каким-то образом ограничивает нашу деятельность. Также депутаты рассмотрели условия приватизации магазина «Сказка», который находится на улице Чапаева и склад рядом с ним. Сейчас его арендует обеспеченный РФЦНЕВ. Договор аренды заканчивается 1 мая, продлевать его не будут. Эти вопросы вынесены на заседание Городской думы, которое состоится 26 апреля. Более 60 юных делегатов из 14 пионерских дружин встретились, чтобы подвести итоги работы за год. В программе весеннего слёта Союза детских организаций «Сияющие звёзды» торжественное открытие. Работа по секциям, подведение итогов и голосование за решения, предложенные на станциях. Подробности далее. Пионер значит во всём первой – и в учёбе, и в общественной деятельности. Об этом не понаслышке знает Анастасия Виноградская. Девушка состоит в Союзе детских организаций «Сияющие звёзды» больше пяти лет. За это время она прошла путь от обычного пионера до председателя секции «Галактика». «Галактика» – это орган самоуправления. То есть есть Союз детских организаций «Сияющие звёзды». Он состоит из пионерских организаций. Это организации внутри школ. И из этих школ выбираются самые лучшие ребята, самые активные в пионерских организациях. И они приходят к нам на «Галактику». Это еженедельный сбор. В этом году в секцию «Галактика» пришло более 20 новичков. Активисты рассказали новым участникам, чем занимаются ребята в школьных пионерских дружинах. И как вступить в ряды Союза детских организаций. Мы сегодня все познакомились, узнали друг друга побольше. И нам рассказали вообще, чем мы будем заниматься и что мы будем делать. Мне понравилось очень. Мне очень-очень заинтересовало. И стало интереснее. Всего в 54-м итоговом слёте Союза детских организаций «Сияющие звёзды» приняло участие 68 делегатов из 14 дружин. Пионеры подвели итоги работы за год по пяти секциям. Обсудили реализованные коллективно-творческие проекты, выдвинули кандидатуры новых инструкторов, выбрали важные пионерские профессии, а также поговорили о подготовке ко Дню Победы. На каждой станции находится минимум один, максимум три представителя от своей пионерской организации, которые рассказывают информацию от своей школы. Нам всегда нужно знать итоги, чтобы мы могли сделать анализ, посмотреть, что получилось, что не получилось, что нужно сделать по-другому, что можно изменить, чтобы двигаться дальше. В мае пионеры Союза детских организаций примут участие в Параде Победы. На площади выступят знамённые группы, сводный отряд барабанщиков и 18 самых активных звёзд. А 14 и 17 мая на площадке возле Дворца пионеров состоится торжественное мероприятие, посвящённое Дню Пионерии. Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. Министерство социальной политики Нижегородской области поможет малоимущим гражданам в изготовлении плакатов для участия в акции «Бессмертный полк». Жителям Сарава помогут распечатать портрет ветерана в Управлении социальной защиты населения по адресу проспект Мира, дом 15. При себе нужно иметь паспорт и фотографию своего родственника, участника Великой Отечественной войны. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Срок подачи налоговых деклараций за 2018 год истекает 30 апреля. Как сообщили в налоговой службе, отчитаться о доходах должны те, кто получил прибыли от продажи имущества, сдачи квартир, предпринимательской деятельности и ряд других категорий граждан. У Звёздного появился новый владелец. По итогам аукциона, который на днях состоялся в городской администрации, магазин на улице Некрасова ушёл с молотка за 27 миллионов рублей. Как сообщили в Комитете по управлению муниципальным имуществом, новый собственник планирует сдавать помещение в аренду под сетевой магазин продовольственной торговли. 11 мая соровчение из клуба «Вагабонд МС» откроет мотосезон. Центральной площадкой станет автодром «Досав», где в 11 часов соберутся все, кто причисляет себя к байкерскому сообществу. А ровно в полдень стартует главное событие праздника – мотопробег по улицам города. Символ памяти и воинской славы по всей стране стартовала акция «Георгиевская лента». Впервые её провели в 2005 году в рамках проекта «Наша победа в Москве». Спустя несколько лет акция стала международной. «Георгиевская ленточка» – это выражение нашего уважения к ветеранам, дань памяти павшим на поле боя и всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. Самое яркое впечатление о празднике 9 мая Анастасия Васькина получила несколько лет назад. Тогда 12-летнюю Настю поразил размах парада, прохождение техники и войск и незабываемая атмосфера самого главного праздника нашей страны. Для меня праздник – это слезами на глазах, потому что мы должны вспоминать тех людей, кто воевал, и они дали нам жизнь, небо над головой, и мы должны помнить их всегда. Участие в акции «Георгиевская ленточка» Настя принимает впервые, но подготовилась к столь ответственной работе основательно. Выучила, что означают цвета на ленте, знает, как правильно носить этот символ воинской доблести на одежде. А главное, вручая ленточку, она каждый раз объясняет прохожим, как не стоит её использовать. Неправильно носить ленточку на голове, на кузове автомобиля, на сумке ниже пояса. Правильно носить у сердца. По подсчётам организаторов, ежегодно на улицах нашего города волонтёры раздают до тысячи ленточек. Каждый раз они объясняют жителям Сарова, что это не просто кусок ткани определённых цветов. Брать и с гордостью носить её нужно только, если человек действительно помнит о том подвиге, который совершил советский народ в годы Великой Отечественной войны. Когда наши ребята выходят на улицы города с символическими ленточками и раздают их горожанам, наша задача привить им любовь, уважение и память. И чтобы они всегда помнили, чтили, говорили о том, что мы гордимся подвигами наших героев. Ежегодная всероссийская акция «Георгиевская ленточка» продлится на улицах Сарова вплоть до 9 мая. Традиционно получить ленточку можно на улице Силкино, возле подросткового клуба здоровья и возле Ледового дворца. 4 и 6 числа с 17 до 18 часов, 7 и 8 мая с 16 до 17 часов. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. На базе отдыха «Гайдар» прошла традиционная школа молодого профсоюзного лидера. В ней приняли участие активисты профсоюзных организаций «РФЯЦНЕФ» из 22 подразделений ядерного центра. Главной темой семинара стал имидж профсоюзной организации. В пяти группах молодые специалисты разрабатывали проекты, в которых рассказывали об истории-легенде атомного профсоюза. Для одних истории – это множество сухих дат, фамилий и фактов, изложенных на бумаге. Для других – повод придумать и воплотить в жизнь творческую идею. В течение трех лет в профсоюзе ядерного центра трудятся над важной стратегической задачей – разработать имидж организации глазами молодежи. На этот раз пришло время обратиться к истории профсоюза. Мы работаем в легендарной отрасли, и профсоюз у нас тоже очень легендарный. И поэтому, конечно, задача и состоит в том, чтобы именно молодежь рассказала историю-легенду нашего профсоюза как одну из основных составляющих имиджа любой организации. 120 участников, пять секций и шесть часов на создании проектов. Молодые активисты вспоминали имена и фамилии героев профсоюзных организаций, события 90-х, когда шла борьба за сохранение предприятий атомной отрасли и рабочих мест. А еще много других исторических фактов, на основе которых у участников семинара рождались творческие идеи. Мотивация профсоюзного членства – это главная цель, то есть повышение имиджа, чтобы народ знал, что такое профсоюз, чтобы без профсоюза нет движений вперед. Вот это главное. На итоговую дискуссию школы молодого профсоюзного лидера были выдвинуты самые яркие и оригинальные проекты, среди которых создание в городе музея истории профсоюзов НИЕФ, появление на улицах города профсоюзного автобуса, создание единого альбома, посвященного профсоюзным лидерам ядерного центра и многие другие. Это популяризация истории легенды профсоюзной организации для повышения имиджа. На самом деле проекты разрабатывают совершенно различные идеи, настолько креативные, молодежные и интересные. Именно то, чего сейчас так не хватает профсоюзной организации. Идеи, рожденные на семинаре, не останутся только на бумаге. Организаторы надеются, что разработанные проекты в скором будущем воплотятся в жизнь. Спортивный зал молодежного центра наполнился детским смехом. Лучшие спортсмены-представители детских садов нашего города вышли на старт спортивного фестиваля «Дрозд». Ежегодный праздник физкультуры и здорового образа жизни для дешкалят проходит в нашем городе уже восьмой раз. Подробности в следующем репортаже. Старт! Внимание! Марш! Здесь все как на серьезных соревнованиях. Красные флажки, свистки, команда, настоящая судейская бригада и протоколы. В финале фестиваля «Дрозд» приняло участие 19 команд из детских садов нашего города. Праздник состоял из двух частей творческого конкурса и спортивной эстафеты. Такие мероприятия у нас проводятся с одной целью. Это приобщение детей к спорту, их вовлечение, популяризация спортивных мероприятий. Физкультурно-образовательный фестиваль «Дрозд» в Сарове стартовал 8 лет назад. Ежегодно в нем принимают участие все детские сады города. В каждой команде по 4 человека, 2 девочки и 2 мальчика. Путь к пизе стал у почет, а у маленьких спортсменов лежал через непростые, но веселые испытания. Самое сложное было кидать мешочки. Там надо было кидать 5 правой и 5 левой, а я кинул 10 правой. Это сложно было. Мне понравилось больше всего здесь танцевать. И понравилось здесь прыгать через скакалку. По итогам фестиваля ребят наградили памятными дипломами и подарками. Сразу после выпуска новостей смотрите наш спецпроект «Лица Победы». Из первых уст вы услышите истории тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Им пришлось увидеть настоящий ужас, пережить всю войну и повзрослеть раньше времени. Валентина Михайловна Пестова, ребенок войны, родом из Орловской области Волховского района, села Струково. К нам немцы пришли в сентябре 41-го года. Мне было 2 года 8 месяцев. Бабушка нас с братом спрятала на печь. И к нам поселились немцы сразу. Полностью весь дом был заполнен немцами. Валентина Михайловна рассказывает, что рядом с их селом проходила линия фронта. И с каждым днем фашистов в их доме становилось все больше и больше. Дети старались как можно реже попадаться им на глаза. Вот я помню, как висели шинели, 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 шинели. И мы боялись даже хоть попить попросить. Начало июля 43-го года – оборонительная операция на Орловско-Курском направлении. Самое крупное танковое сражение в истории. Этот год запомнился Валентине Михайловне на всю жизнь. Бои стали. Самолеты стали летать. И нас спрятали во враге. Вот я помню, бабушка прибежала спрятаться под лавку. Под лавку. Уже после Валентины Михайловны и ее семья отправились в Брянск. Но большинство людей так до него и не доехали. Дороги, по которым они шли, были заминированы. И если кто-то отходил на несколько шагов в сторону, погибал от взрыва. Тут он побежал, ребенок попить или в туалет сходить. Раз – и подорвался. И вот приказ Залина был партизанам разминировать все дороги. Пускай идут, пускай отступают. Мы их догоним все равно. Семья Валентины Михайловны старалась выжить в суровых условиях. Спустя несколько недель они попали в фашистский концлагерь Лесной Могилевской области. Взрослые пленные готовили еду и убирались в домах. А дети стирали одежду. Там же еще были эти парни, они же росли. Немцы пришли, были маленькие, а годы-то прошли. Три года прошло уже, как парень-то растет быстро. Тут они поутру рано на заре, говорит, разведка наша, на двух лошадях была, два разведчика, сказали, ну немножко еще потерпите, мы вас вот-вот освободим. И вот нас освободили. Нас быстро освободили. Нас не дали убить. Несмотря на все трудности, они все же дошли до родного села. И, как рассказывает Валентина Михайловна, первое, что она увидела, это сожженную деревню, в которой не осталось ничего. Уже после войны она пошла в первый класс. Окончив школу, поступила в Ленинградский техникум. После вышла замуж и родила дочь. А в 1989 году Валентина Михайловна вместе с мужем переехала в Саров.